Всем добрый день! Вы на канале Дмитрий Бахрушин. Сегодня прекрасная лыжная погода. Температура Естественно, по Цельсию около 5 градусов, понятно, минус. Лыжи, все лето пролежавшие в тесном, большом чехле, наверное, обрадовались, вдохнув свежий подмосковный воздух. С Новым Годом! Они весело погодили меня вниз под небольшой уклон поселковой улицы, навстречу заснеженному зимнему лесу и, может быть, новым каким-то открытием. Начало лыжни. Уходим вниз, здесь всегда. Посмотрим, как там. Прокладываем лыжню по первому разу. Первый раз в этом зимнем сезоне. Лес прямо рядом, как видно, какие хорошие дороги есть в лесу. А там, где дорог нет, там прокладываем прямо по лесу. Вырезая тропинку от упавших деревьев, от кустарников. Ну, короче говоря, там, где удобно, там дорожкой лыжня и делается. Пока лыжни нет. Идем медленно. Что-то оделся я уже на тепло. Пора раздеваться. По привычке, говорю, идем. Да. В прошлые годы на прокладку лыжной трассы обычно выходили на пару. Среди идущий, молодой и сильный. А за ним я плетусь. И мне легче, да и вдвоем веселей. Жаль, что в этом году не так. Но нынче вся жизнь у нас, землян, по-другому. По этой дороге иногда проезжают или на квадроциклах, как здесь, или на снегоходах. И по пути пилят упавшие деревья. Собирают какие-то ветки, но доезжают вот до этого места. Дальше по дороге полный бурелом. Проехать нельзя. Поэтому захожу в лес. Здесь есть еле заметная тропка, проложенная нами в прежние годы. Но скорее всего за год все изменилось. Упали новые деревья и придется прокладывать новую трассу. В лесу много следов разных зверушек. Это и зайчьи следы. Довольно часто встречаются лисьи. И даже говорят, видели здесь следы кабанов. Да и самих кабанов тоже видели. Бурелом заставляет петлять. Стволы перегораживают проходы и приходится искать более подходящий пункт. Звучит тупички. ну совсем запарился как в бане пот льется три ручья все хватит надо раздеваться а Силы сразу прибавились, и вот впереди уже видна дорога. По ней, как видно, недавно здесь проехали снегоходы. Лечу вниз, без остановки. Самая тяжелая часть пути пройдена. Когда поеду обратно, то снова выйду на свою же, уже проложенную лыжню по боеломному участку леса. Но возвращаться домой всегда почему-то легче. Здесь, в лесу, налево. Небольшой такой родничок. Он благоустроенный, относительный, конечно. Заеду, промочу горло. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И снова путь. Прошел я всего лишь половину намеченного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По дороге, конечно, удобно идти, но мне направо. А здесь уже кто-то проложил лыжню. Давно, правда, но хорошо не зарастает народная тропа. Снега навалило много, и идти довольно-таки трудно. Тем более под слоем свежего снега еще и корка наста. Воспоминания недавней оттекели. Да, жаль, нет ведущего. Но другого пути нет. Только вперед. Продолжение следует... Снова лихие следы. Выхожу один я на дорогу, эта дорога идет к нам, в наш поселок, придется немного по ней пройти. Снова лихие следы. И снова сворачиваю в лес искать недавно проложенную мною лыжнил. Ну вот она, родимая, теперь домой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Уже знакомые следы от квадрика и следы мои, где я заходил в лес. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...